Суровые сибирские морозы согреет робот. В поселке Чернореченске Козульского района заработала новая котельная. Основное ее преимущество в том, что подавать тепло в квартиры и социальные объекты она может практически без участия человека. Светлана Овсянникова побывала на этой котельной и узнала, почему больше всех ее появлению радует даже не мастеров тепловых установок, а учеников и учителей местной средней школы. Шнек он сюда подает, сюда уже пока до сюда дойдет, уже зала. Сама подает уголь, сама его перемешивает. Новая котельная, рассказывает Александр Кузнецов, практически все может сделать без помощи человека. В тестовом режиме, продолжает мастер котельных установок и тепловых сетей, этот чудо-робот в Чернореченском работает полтора месяца. За это время за котельной закрепили двух специалистов. Все, что от них требуется, следить за датчиками. Раньше рабочих здесь было восемь. Раньше у нас не было, это вообще такой ступень. И как вы работали? А лопаты и уголь кидаемые выносим на тачках. Ну и надеемся, что будет в течение топительного сезона положительный эффект в отношении объектов, которые питает данную котельную. Новая котельная уже заменила сразу две старые. К ней подключены несколько объектов и один из них – средняя школа. Еще год назад вот здесь за окном лежали кучи угля. А котельная находилась прямо под этим кабинетом. Занимаются здесь обычно ребятишки начальных классов. И, понятное дело, постоянный шум насосов вряд ли лучше помогал усваивать новый материал. Я заканчивал эту же школу, здесь учился, и я вот это все помню. То есть котельная находилась все это время здесь. Вот у нас был вход в котельную, теперь он уже закрыт, опечатан. Ну, контролируем, естественно, ходим, чтобы не было никаких у нас попыток проникновения. В опасной близости с учениками старая котельная просуществовала больше полувека. Понятное дело, объясняет директор школы, это очевидное нарушение требований пожарной безопасности. Но другого выхода до сегодняшнего дня не было. Теперь ребятишкам ничего не угрожает. Вдобавок, школьный двор выглядит куда опрятнее. Ну, естественно, и территория. Представьте, здесь выгребалась зола, вывозился мусор. То есть пыль, грязь, все это было у нас. Сейчас этого нет. Новая котельная экологична, эффективна, еще экономична. И это очень важно. Если раньше, например, на отопление чернореченской школы уходило 29 тонн угля, то теперь 19. Робот автоматически поддерживает такую температуру теплоснабжения, которая лучше всего соответствует погоде за окном. Чтобы лишний раз из-за жары в помещении не приходилось открывать форточки или, наоборот, замерзать. Такую технологию региональная энергетическая компания использует впервые. В планах у нас на будущий год в поселке Ново-Чернореченском установить еще две таких котельных терморобот. Ну, кроме того, эта котельная более, скажем так, экономична. То есть у нее больше КПД. То есть у нас будет экономия по топливу. Это тоже как... нельзя это упускать. Средства на новую котельную в Чернореченском выделены Красноярской региональной энергетической компанией в рамках программы модернизации обслуживаемых организаций объектов теплоснабжения. Если этой зимой работа полностью устроит специалистов, то вполне возможно подобные котельные появятся и в других районах. Светлана Овсяникова, Евгений Шестаков, 7 канал, новости, 2.